Здравствуйте, уважаемые пользователи YouTube и подписчики моего канала. И сегодняшним уроком мы продолжаем серию уроков по программе Adobe Photoshop CS6. И в данном видео уроке вы научитесь выбирать и использовать инструменты из панели Tools, инструменты, настраивать выбранный инструмент на панели параметров, использовать различные методы для увеличения и уменьшения масштаба изображения. В программе Photoshop интегрирован ряд набор инструментов, позволяющих создавать графику для печати, размещение во всемирной паутине и просмотр с мобильного устройства. Я легко мог бы детально рассказать вам и описать все богатство инструмента Photoshop и его настроек. Такая информация бесспорно была бы полезна, но она не цель данного видеокурса. Вместо подробного знакомства со всем инструментарием Photoshop, вы будете приобретать опыт, настраивая, используя лишь некоторые инструменты в проекте урока. В каждом уроке мы станем знакомить вас с новыми инструментами и способами их применения. Завершив все упражнения, вы сформируете основательный фундамент для дальнейшего самостоятельного изучения инструментов в Photoshop. Выбор и использование инструментов из панели Tools. Tools – инструменты. Это длинная узкая панель у левого края рабочей области, на которой расположены инструменты для выделения, рисования и редактирования. Вот это набор, группа инструментов. Инструменты выделения, рисования и редактирования. Полный список, а также для выбора основного цвета и фонового цвета, а также для просмотра изображений. Полный список инструментов из панели Tools мы будем рассматривать в последующих видеоуроках. А пока начнем с использования инструмента Zoom – масштаб, который имеется во многих других приложениях Adobe, включая программы Illustrator, InDesign и Acrobat. Для начала откройте изображение 0.1a and PSD, которым вы пользовались в предыдущем уроке. Ссылку на файлы к данному видеоуроку вы можете найти ниже в описании под данным видео. Для этого воспользуемся программой Adobe Bridge. Открываем обзор Bridge. И открываем изображение 0.1a and PSD. Двойным щелчком можно открывать. Как я уже говорил, при несовпадении настроек просто нажимаете на клавишу ОК. Теперь щелкните мышью по кнопке с двойной стрелкой прямо над панелью Tools. Инструменты. Чтобы панель отобразилась в виде двух колонок. Вновь кликните по стрелке, чтобы вернуться в режим одной колонки. Это позволяет использовать экранное пространство более эффективно. Проверьте строку состояния в нижней области... В нижней области... В нижней части рабочей области Windows. И обратите внимание на процентные показатели. Они отображают текущий уровень увеличения изображения. Уровень масштаба. Установите указатель мыши над панелью Tools инструменты. И удерживайте над кнопкой с увеличительным стеклом до тех пор, пока не появится всплывающая подсказка. Подсказка содержит название инструмента, зум, масштаб и клавишу быстрого доступа к ней на клавиатуре. То есть, нажимая на клавишу Z, вы быстро переключаетесь на данный инструмент. Это называется горячая клавиша. Или клавиша быстрого доступа. Вот, как вы можете видеть, я еще раз продемонстрирую это. И мы переключаемся снова на инструмент Zoom. Вот у нас выделен инструмент выделения. Теперь, если мы хотим переключиться на инструмент увеличения, нажимаем клавишу Z. И курсор у нас меняет вид на увеличительное стекло. Ок. Также мы можем выбрать данный инструмент, просто щелкнув по нему левой кнопкой мыши. Переведите указатель мыши на окно изображения. Теперь он выглядит как миниатюрная лупа со знаком плюс в центре стекла. Щелкните мышью в любом месте окна изображения. Изображение увеличится на определенное число процентов. При этом прежнее значение масштаба в строке состояния изменится. Вот у нас значение масштаба. Позиция, по которой вы будете щелкать, увеличивая масштаб изображения с помощью данного инструмента, будет в центре экрана. Максимальное значение увеличения – 3200%. Нажмите и удерживайте клавишу Alt в Windows, чтобы в центре указателя инструмента Zoom появился знак «Минус». А затем щелкните в любом месте изображения. Отпустите клавишу Alt. Вы увидите, что изображение уменьшилось на заданную величину. Так что вы теперь можете увидеть больший участок изображения, но меньше деталей. Установите на панели параметров инструмента флажок Scrabby Zoom «Масштабирование перетаскиванием». Щелкните мышью в любой позиции изображения и перетащите указатель мыши вправо. Изображение увеличится. Для уменьшения масштаба перетащите указатель влево. На панели параметров сбросьте флажок Scrabby Zoom «Масштабирование перетаскиванием». Нарисуйте прямоугольник вокруг фары, изображенного на рисунке автомобиля. Изображение увеличится таким образом, что фрагмент, находящийся в прямоугольнике, заполнит все окно изображения. Итак, вы научились использовать четыре метода, позволяющие изменять масштаб отображения документа с помощью инструмента Zoom «Масштаб». Щелкая мышью, удерживая клавиши клавиатуры при щелчке мышью, перетаскивая указатель мыши для увеличения или уменьшения масштаба и перетаскивая указатель мыши для указания области, подлежащей масштабированию. Сочетание горячих клавиш существует и для многих других инструментов панели Tools – инструменты. Вы будете пользоваться ими в следующих уроках. Для увеличения или уменьшения масштаба изображения используют и другие методы. Например, если выбран инструмент «Зум масштаб», вы можете установить режим «Зум ин» или «Зум аут» – увеличение или уменьшение на панели параметров. Также можно выбрать команду меню «View Zoom», «Просмотр увеличить» или «Просмотр уменьшить». Или ввести уровень масштабирования в строке «Состояние» и нажать клавишу «Enter». Вот здесь мы введем 100% и изображение увеличится до 100% масштаба. Параметр «Скраби Zoom масштабирования перетаскивания» доступен, если в диалоговом окне «Preferences» установки. Изображение установки установлен флажок «Use Graphic Processor». «Использовать графический процессор». Для того, чтобы установить там флажок, выберите команду меню «Edit» – «Preferences», «Редактирование установки», «Производительность». Чтобы открыть диалоговое окно «Preferences установки», и в настройках графического процессора установите флажок «Использовать графический процессор». Возможность устанавливать этот флажок у вас будет только тогда, если ваша видеокарта вашего компьютера позволяет это сделать. Не все видеокарты позволяют использовать графический процессор видеокарты. Это зависит от вашего оборудования. На этом сегодняшний урок закончен. В следующих уроках вы научитесь пользоваться панелью настроек инструментов более подробно. И продолжим изучение программы Adobe Photoshop. А сейчас я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Паэт17. Всем пока. Не обессудьте за сбивчивое объяснение урока. Надеюсь, я объясняю достаточно популярно и доступно. Всем пока. Подписывайтесь на урок, ставьте лайки, мне будет приятно.